МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Доброе утро! С вами Ольга Дмитриева. И Наталья Гончарова. Вы смотрите Утро на ОТВ. Встречайте новый день с нами. Сегодня вы увидите много интересного. Начало положено. Глава округа Андрей Иванов принял участие в церемонии закладки капсулы в основании новой поликлиники в Заречье. В губернаторской программе депутат МОСОБУЛ Думы Дмитрий Голубков проверил процесс ремонта подъездов в жилых домах Одинцова. Улучшаем Подмосковье. За какие изменения в областных парках проголосовали жители округа, расскажем в нашем репортаже. Защитники Отечества. Фонд социального сопровождения ветеранов СВО и семей погибших бойцов появился в Подмосковье. И большие звезды светят малым. На стадионе «Спартак» в Звенигороде прошел детский фестиваль футбола. 8 июня 1843 года началось строительство Николаевской железнодороги. Оно шло на протяжении 10 лет. В итоге появилась первая линия, соединившая Москву с Петербургом. Первый поезд представлял собой паровоз и пять вагонов, два из которых и бизнес-класса, и один для багажа. Известно, что в первый рейс отправились 192 пассажира, а на конечную точку они прибыли через 22 часа. Чем еще запомнился этот день в истории, расскажем далее. 8 июня 1869 года американский изобретатель запатентовал первый в мире пылесос. В дословном переводе с английского назывался он «держать в руках и направлять». Пылесос был легким и компактным, но неудобным в эксплуатации из-за необходимости одновременно крутить ручку и толкать его по полу. Изобретатель продавал пылесосы по 25 долларов за штуку. В то время один американский доллар равнялся примерно 23 граммам серебра. 8 июня 1909 года выпустили первый серийный автомобиль российского производства «Руссо Балт». Над разработкой и изготовлением трудилась бельгийско-российская команда под руководством конструктора Жульена Поттера. Машины неплохо проявили себя в российских и международных автогонках. Также пользовались успехом на пяти выставках, в том числе в международных автомобильных салонах и были отмечены пятью золотыми медалями. «Руссо Балты» выпускали в Риге вплоть до июля 1915 года. 8 июня 1701 года Петр I принял указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты об определении в домовых святейшего патриарха богодельни нищих, больных и престарелых. По указу Петра для десяти человек больных в богодельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил. А через 300 лет, 8 июня, по указу президента России Владимира Путина, стали отмечать День социального работника – профессиональный праздник тех, кто трудится в сфере социальной защиты населения. Также 8 июня отмечают один из самых главных праздников окружающей среды – Всемирный день океанов, День петербургских котов и кошек, День лучших друзей, День таинственных знаков и предсказаний и многие другие. 8 июня родился советский военачальник, маршал авиации, летчик АС и трижды герой Советского Союза Иван Кожедуб. В числе сегодняшних именинников – немецкий композитор Роберт Шуман, российские актрисы театра и кино – Юлия Аук и Екатерина Воличенко. К новостям муниципалитета. Времена точечной застройки в Одинцовском округе давно миновали. На смену им пришли новые жилые комплексы с развитой инфраструктурой – детскими садами, школами и медучреждениями. В рабочем поселке Заречье заложили капсулу в основании поликлиники на 300 посещений в сутки. В торжественной церемонии принял участие и глава муниципалитета Андрей Иванов. Материал Елена Краевой. Я вас поздравляю, у нас действительно замечательное событие. Мы с вами даем старт строительству такого замечательного социального объекта медицинского учреждения. В рабочем поселке Заречье заложили капсулу в основании новой поликлиники на 300 посещений в сутки. Подобное мероприятие стало доброй традицией при возведении каждого нового соцобъекта. Долгожданное событие всколыхнуло эмоции местных жителей. В торжественной церемонии принял участие и глава округа Андрей Иванов. Будем регулярно приезжать, проводить штабы, как мы делаем по всем нашим социальным объектам, контролируем график, плавание работы и, конечно, качество. Работу по строительству планируют завершить в первом квартале 2025 года. После ввода объекта в эксплуатацию поликлинику передадут на баланс регионального Минздрава. Елена Краева, телекомпания Одинцова. В Подмосковье увеличилось количество семей, которые готовы взять на себя ответственность за воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Для подготовки приемных родителей в регионе работает 75 специальных школ. Обучение длится 80 часов, в рамках которого приемные семьи изучают основы психологии, педагогики, медицины, а также получают юридические рекомендации о том, как воспитывать ребенка и защищать его права и интересы. С начала года более 1200 детей обрели новые семьи. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Почти 10 тысяч 11-ти классников Подмосковья написали ЕГЭ по истории и физике. Сдача экзамена проходила в 156 пунктах образовательных учреждений. На написание экзаменационной работы по физике выделили 3 часа 55 минут. На 21 вопрос по истории школьникам дали 3 часа 30 минут. В заданиях были фрагменты исторических источников, карты, таблицы с датами истории России, научные термины, вопросы на знание общемирового исторического контекста. Результаты станут известны не позднее 21 июня. Для фиксации нарушений правил парковки существует раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел». Так, с 1 мая по 6 июня бдительные граждане зафиксировали 24 случая, когда авто оставляли на детских площадках. Водителям стоит помнить, что в таких случаях дети не несут ответственности за повреждение автомобиля. А вот автовладельцам придется заплатить штраф, для физических лиц он составляет до 5000 рублей, для должностных – 50, а для юридических – до 100 тысяч рублей. С октября 2021 года в Подмосковье установили более 2000 камер автоматизированной системы «Такси-контроль». Она позволяет без помощи инспекторов выявить нарушения регионального стандарта у таксомоторных перевозчиков. Так, в Подмосковье с начала года выявили более 5000 автомобилей такси, не соответствующих региональному стандарту. За прошлый год таких нарушений было более 8000. И вновь к новостям округа. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков проверил процесс ремонта подъездов в жилых домах Одинцова. Работы проходят в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», которую реализуют в округе уже не первый год. За это время удалось обновить сотни подъездов. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Покраска стен, замена почтовых ящиков и дверей. На этажах многоквартирных домов также ведутся необходимые работы по обновлению. Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков проверил качество ремонта в доме номер 5 по улице Маршала Неделина и в первом корпусе дома номер 1 на бульваре Любы Новоселовой. Парламентарий проинспектировал объекты в рамках партийного проекта «Народный контроль» и отработки наказов народной программы. «За истекшие годы была отремонтирована не одна сотня подъездов в Одинцово. И постепенно данная работа уже подходит к концу. То есть те подъезды, которые требовали ремонта, с каждым годом их все меньше и меньше и меньше». Все ремонтные работы проводятся здесь в рамках программы губернатора «Мой подъезд». Она успешно реализуется в округе уже не первый год. «В том корпусе поменяли в округе». «В этом не меня, а в зиму корпусе там?» «Вам почтовые ящики будут медлены тоже». Парламентарий высоко оценил выполненную подрядчиком работу и отметил, что на объектах учтены все пожелания жителей. Всего в этом году в округе обновят 250 подъездов. 96 из них уже готовы, еще 116 находятся в процессе ремонта. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». В этом году более 200 тысяч жителей приняли участие в голосовании «Улучшаем парки Подмосковья вместе». С 1 по 4 июня в местах массового отдыха работали волонтеры и привлекали горожан к голосованию. Кроме того, принять участие в опросе можно было и на портале «Добродел». За какие объекты и изменения проголосовали жители округа, расскажет Екатерина Крамор. В Московской области завершилось голосование «Улучшаем парки Подмосковья вместе», которое проходило с 1 по 4 июня. Все дни в местах массового отдыха работали волонтеры Подмосковья с бюллетенями. На голосование было выдвинуто 125 объектов во всех муниципалитетах. Я хочу поблагодарить волонтеров. Несмотря на холодную субботу и воскресенье, 500 ребят и девчат работали в парках. И наша инициатива, что очень приятно, вызвала огромный интерес неравнодушных граждан. На бумажных носителях в парках проголосовало более 75 тысяч жителей и 133 тысячи на «Доброделие». Понятно, что на все нужны ресурсы. Я очень надеюсь, что и в части общественных территорий, парков и в части благоустройства городов мы также сможем обеспечить перемены. Новые спортивные сооружения, водные объекты, тропинки, пункты проката, озеленение. Положительные перемены проходят с учетом мнения жителей. В опросе им предлагалось ответить на два вопроса. Что больше всего нравится в парках и чем их необходимо дополнить? По мнению жителей Одинцовского округа, одним из ключевых объектов голосования стал парк Захарова. Если мы говорим о каких-то не только арт-объектах и природе, но еще о конкретной сцене, которые можно сделать очень классно, интересно, улучшить качество мероприятий, привлечь новых посетителей. Может быть, там какая-то будет туристическая зона замечательная, где можно будет остаться, отдохнуть. Вообще там много мест, которые требуют такого нового, какого-то классного, интересного взгляда. Единственное, что желательно сохранить вот такую самобытность, традицию и уют этого места-музея. Среди пожеланий жителей увеличить количество фонтанов, детских площадок, беседок, качелей в парках и скверах округа. Кроме того, в местах отдыха провести дополнительное озеленение, установить скамейки и питьевые фонтанчики. Жители, да, демонстрировали определенную активность, к нам подходили люди, спрашивали, что мы проводим, каким образом происходит голосование, в чем именно оно заключается. Также были люди, которые просто проходили мимо, но мы их тоже зазывали. Соответственно, многие тоже откликались, подходили, задавали вопросы, соответственно, голосовали, выражали какие-то дополнительные рекомендации, которые не указаны. Хотелось бы очень отметить три парка, вот лично я был в двух, находился там в течение всей рабочей смены. Это Малевичи, Раздоры и Захарова. Огромное спасибо сотрудникам парка, администрации за действительно серьезную помощь нам оказывали. Они поддерживали, давали на помещение, помогали разобрать палатки и вообще всячески поддерживали. Им за это отдельное спасибо. Всего в округе на голосование было вынесено шесть парковых территорий. Захарова, Малевича, Раздолье, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха, а также парк на центральной площади Одинцова и центр Звенигорода. Самые популярные и интересные предложения жителей будут реализованы. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. К новостям столицы. В преддверии Дня России в Москве пройдет фестиваль «Времена и эпохи». На него съедутся более 1300 реконструкторов со всей России. Впервые площадки разместятся и в московских парках. С 8 по 12 июня все желающие смогут совершить путешествие во времени. Что еще интересного произошло или произойдет в ближайшее время в столице, узнаем прямо сейчас. Японский сад из 260 камней появится на юго-востоке столицы. Композицией станут одной из разновидностей ландшафтов проекта нового жилого комплекса, органично дополнив остальные прогулочные зоны. Сад камней вместе с зелеными насаждениями создаст эффект дикой природы в черте мегаполиса, позволит помедитировать и отдохнуть от городской суеты. Кроме того, парк с валунами также может стать дополнительным игровым пространством для детей или необычной фотолокацией. Сервис библиотеки Москвы теперь может рекомендовать книги пользователям, исходя из их предпочтений. Персональная подборка литературы доступна на главной странице в разделе «Вам может понравиться». Рекомендательная система сервиса работает с использованием технологий искусственного интеллекта. Алгоритмы обучаются на основе информации о том, какие книги пользователь бронировал ранее или добавлял в избранное. Благодаря этому каждый получит персонализированный список изданий, сможет найти книги по интересам или открыть для себя новых авторов. В столице началась неделя легкой атлетики. Ее открыли забеги на 60 метров и забеги с барьерами с участием звезд легкой атлетики и других видов спорта, а также известных журналистов. Местом первого забега выбрали Никольскую улицу, потому что именно она у многих россиян ассоциируется с важными победами отечественного спорта. А беговая дорожка в окружении старинных зданий и памятников архитектуры, подсвеченная огнями вечерней столицы, создавала неповторимую атмосферу праздника. Неделя легкой атлетики продлится до 10 июня. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Далее в программе вы увидите. Защитники Отечества. Фонд социального сопровождения ветеранов СВО и семи погибших бойцов появился в Подмосковье. Большие звезды светят малым. На стадионе «Спартак» в Звенигороде прошел детский фестиваль футбола. Новости онлайн. Реставрацию старинной книги, спасение лебедя и другие темы обсуждают сегодня в окружных соцсетях. Фонд «Защитники Отечества» создан указом президента в апреле этого года. Его цель – социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов. Первое региональное отделение уже оказывает содействие гражданам по всем вопросам, связанным с получением удостоверения ветерана, психологической адаптацией и соцподдержке. Рассказывает Елена Краева. Фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России. Цель организации – уделять особое внимание участникам СВО и их семьям. Оказывается, действие гражданам в получении всех полагающихся мер поддержки. Губернатор Московской области Андрей Воробьев не раз высказывался о важности работы фонда. Фонд создавался, чтобы облегчить получение выплат, документов и ответов на интересующие вопросы. Спасибо президенту, это была его идея. Мы ее реализовали так же, как и другие регионы. Очень надеюсь, что все это будет удобно, полезно. Мы будем стараться сделать все, чтобы и бойцы, и их семьи чувствовали себя комфортно. Наша цель – найти возможности помочь. Первое региональное отделение фонда уже открылось в Подмосковье. Там оказывается действие гражданам по всем вопросам, связанным с получением удостоверения ветерана, психологической адаптации и соцподдержки. И в свою очередь должны сделать все возможное, чтобы семьи военнослужащих ни в чем не нуждались. И так же, чтобы сами бойцы не сталкивались с проблемами какого-либо бюрократического характера. Чтобы они получали все выплаты, статус ветеранов, чтобы раненые могли проходить реабилитацию. Фонд «Защитники Отечества» возглавила председатель женсовета одной из воинских частей и представитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Ольга Ермакова. На еженедельном совещании главы округа она рассказала о работе организации. Нужно сказать, что основная целевая наша аудитория – это ветераны СВО, которые уже являются ветеранами и демобилизовались. Мы стараемся помочь им в получении удостоверения ветерана боевых действий, что является в топе вопросов, самым первым вопросом. Потому что с удостоверением они получают также различные льготы. В работе отделения задействованы сотрудники Центра поддержки, волонтеры, участники СВО и члены их семей. В Подмосковье помощь гражданам оказывают 40 социальных координаторов. До конца года их численность планируют увеличить до 180. На территории Одинцовского округа с фондом тесно взаимодействует Центр поддержки участников СВО и их семей. По-прежнему к нам обращаются семьи военнослужащих и сами военнослужащие с самыми разными вопросами. Это и вопросы адресной помощи, и по медицинским вопросам у нас есть обращения. Юридическое сопровождение с управлением образованием, и также с тесным сотрудничным. Помимо этого, в Одинцовском центре поддержки можно получить психологическую и социальную помощь. В том числе оформить заявку на путевку для детей в один из летних оздоровительных лагерей. В Нарофоминск, Рузу, Клин и Геленджик. Решение многочисленных задач стало возможным во многом благодаря тесному взаимодействию Центра с волонтерами. С февраля 2022 года мы собрали и отправили уже более 400 тонн в зону СВО. Также мы продолжаем оказывать помощь беженцам, которые находятся у нас в округе. И поддерживаем мирных жителей, которые находятся на прифронтовых территориях. Одинцовский пункт сбора гуманитарной помощи регулярно отправляют в зону СВО тактическое оснащение, инструменты, маскировочные сети, медикаменты, продукты питания, воду и средства личной гигиены. К его работе активно подключаются коммерческие и некоммерческие организации, образовательные учреждения и неравнодушные жители. Я считаю, что это важное и нужное дело. И раз так случилось, что в стране у нас ситуация не совсем спокойная, мы должны помогать и своим соотечественникам, и тех, кто стали нашими соотечественниками. Это наша черта национальная. Помощь ближнему. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». А теперь о новостях нашей страны. В начале июня в Подмосковье прошла церемония награждения победителей программы «Лучшие социальные проекты России». Награды вручили компаниям и структурам, которые реализуют общественно значимые инициативы. В этом году заявки на участие в конкурсном отборе в 20 номинациях подали более 500 претендентов. Особый интерес у экспертов и участников вызвали проекты, связанные с демографией, защитой материнства и детства. О других новостях России расскажем далее. Во всех субъектах Российской Федерации завершились мероприятия регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года». 89 победителей представят свои регионы на федеральном этапе, который пройдет в Туле с 28 сентября по 2 октября. Конкурс приурочен к году педагога и наставника в России. Сначала конкурсанты должны были представить видеопрезентацию о своей практике подготовки студентов, а потом провели мастер-классы, на которых смогли продемонстрировать свои профессиональные компетенции. Запуск автоматической станции «Луна-25» состоится в августе. Для этого необходимы дополнительные мероприятия для устойчивой работы наземных средств управления во время посадки. Сейчас аппарат проходит заключительный цикл наземных испытаний. На стенде отработки бортового комплекса управления завершается статистическое моделирование ключевого этапа миссии – мягкой посадки на поверхность Луны. Начиная с 2024-2025 учебного года в школьной программе вновь появится черчение. Ввести данную дисциплину в школах России в следующем году поручил президент Владимир Путин. Это будет сделано с целью укрепления кадрового потенциала промышленности. Ведь черчение – это основа технических и инженерных дисциплин, а умение читать и создавать чертежи – необходимый навык во многих отраслях, в том числе и в архитектуре, машиностроении, компьютерном моделировании и дизайне. В Одинцове на станции Отрадное силами администрации округа оперативно отремонтировали переход через железную дорогу. Кроме того, перед переходом нанесли надпись, которая призывает отвлечься от телефона и снять наушники, чтобы убедиться в безопасности. Об этом сообщает телеграм-канал «Про округ». Какие еще события округа обсуждают в социальных сетях, расскажем в нашей следующей рубрике. В Звенигороде закончилась реставрация старинной книги «Кириллической печати». Это «Жития святых» митрополита Дмитрия Ростовского на декабрь и январь, изданные в Киеве в типографии Киево-Печерской лавры в 1764 году. Работой занималась реставратор Звенигородского музея-заповедника Елена Михалева. Об этом пишут в телеграм-канале «Одинцово оперативно». Одинцовские ветеринары спасли лебедя с переломанным бедром, операция длилась полтора часа. По словам врача-ветеринара Екатерины Шевченко, в наркозе птицы сильно теряют температуру, которую необходимо поддерживать на отметке 41 градус. Для этого в операционный воздух был нагрет до 27 градусов. Сама пациентка лежала на грелке, что также осложняло работу врачей. Птица перенесла сложнейшую операцию, в головку кости вставили спицу. Сейчас лебедь восстанавливается и набирает силы в центре реабилитации диких птиц. Об этом сообщает телеграм-канал «Проокруг». Новый туристический маршрут появился в Одинцовском округе. Он связан с именем и творчеством Иосифа Кобзона. В него входит экскурсия по выставке, посвященной певцу, показ кинофильма о его жизни и творчестве, музыкальная гостиная с фрагментами песен и прогулка по живописным ландшафтам села Успенское к храму Успения Пресвятой Богородицы. В рамках этого маршрута культурно-досоговый центр имени Кобзона в Успенском 6 июня принял первых экскурсантов, членов клуба «Активное долголетие» из Истры. Об этом пишет телеграм-канал «Проотдых». На стадионе «Спартак» в Звенигороде прошел фестиваль «Большие звезды светят малым». За победу сразились детские футбольные команды из разных городов Подмосковья. Турнир был посвящен футболисту Юрию Гаврилову. С 1977 по 1985 год он выступал за московский «Спартак» и сборную СССР в качестве полузащитника. С юными звездами футбола пообщалась Екатерина Крамер. 16 команд, более 200 участников и, конечно же, настрой на победу. На стадионе «Спартак» в Звенигороде прошел региональный этап футбольного фестиваля «Большие звезды светят малым» в дивизионе Юрия Гаврилова. К сожалению, по состоянию здоровья в этот раз Юрий Васильевич не приедет к нам. Но мы ему все вместе, все участники этого турнира обязательно направим видеопоздравления и видеописьмо. Обязательно мы ему о нас скажем в результатах сегодняшнего турнира. В этом году в турнире приняли участие ребята из Домодедово, Красногорска, Ярославля, Можайска и других городов. Валерия вместе со своей командой приехала из Чертаново, чтобы продемонстрировать свой профессиональный уровень. Футболом она занимается уже третий год. Раньше я в садике захотела записаться в секцию футбола, а потом там тренер сказал, что слишком хорошо и уже надо на какую-то команду. И он как раз работал в этой команде, детей тренировал маленьких. Ну и я туда записалась. Кирилл играет за команду «Витязь» из Старого городка. Юные футболисты упорно тренировались каждый день, чтобы показать высокие результаты на турнире. Но самое главное – поддержка родителей и тренеров. Мы тяжело тренировались. И у нас был план на победу. Команды победителей наградили кубками и грамотами. Теперь юных спортсменов ждет решающий этап фестиваля, который пройдет в сентябре в Анапе. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Житель США спас своих кур от медведя. Хищник повадился ходить к дому мужчину за птицами. В один из таких дней хозяин схватил ружье и выстрелил в зверя. Косолапый не пострадал и через какое-то время вернулся с добычей. Тогда мужчина вступил с ним в рукопашную схватку. Получил серьезные травмы, но, к счастью, смог выжить. О других мировых событиях узнаете из нашей следующей рубрики. Эксперимент, проведенный американскими исследователями, показал, что трансплантация в желудок клеток, которые выделяют инсулин, обратила вспять диабету мшей. Клетки, выращенные в лабораторных условиях, пересадили подопытным грызунам с диабетом, и это излечило их от болезни. Данный прорыв обещает эффективный способ лечения диабета первого типа. Новая работа австралийских диетологов ставит под сомнение утверждение, что завтрак – самый важный прием пищи в течение дня. Исследование состояло из 13 этапов, на каждом из которых одна группа людей пропускала завтрак, а другие получали обильное утреннее питание. В течение дня испытуемые считали количество съеденной пищи. Как оказалось, сытые участники эксперимента за день в среднем съедали на 260 калорий в день больше, чем те, которые не завтракали. Интересно, что чаще всего именно люди, пропускавшие завтрак, быстрее теряли вес. Ученые пришли к выводу, что утренний прием пищи не играет большой роли в распределении энергии или снижении веса. В США 15-летняя девушка из штата Вирджиния взяла в руки ядовитую змею ради эффектного фото и поплатилась здоровьем. Подросток взяла в руки рептилию, думая, что она не ядовитая, но присмыкающаяся оказалась из семейства Гадюковых. Сразу после фото змея укусила девушку за запястье, рука опухла. Пострадавшую срочно доставили в больницу, где врачи ввели ей противоядие. Спустя некоторое время девушку выписали из больницы. Сейчас ее жизни ничто не угрожает. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет ясная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем 21-23 градуса со знаком плюс, ночью до плюс 15. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале про округ. Ну а с новостями молодежной редакции можно ознакомиться в телеграм-канале про молодежь. А если же вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро на ОТВ». С вами были Ольга Дмитриева и Наталья Гончарова. Мы желаем вам удачного дня и, естественно, хорошего вечера. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok